В учебном ресторане Русско-Британского института управления сегодня советская молодежь. И не простая, а та, которая считала эталоном американский образ жизни. В 50-е и 60-е годы появилась эта субкультура. Сами они именовали себя штатниками, то есть горячие поклонники Соединенных Штатов. В народе были известны как стиляги. Мы хотели на 100% окунуть наших гостей в ту атмосферу в 60-х годах. То есть мы сделали интерьер, сшили официанткам очень красивые фарточки и кокошнички рабочие. Также мы сами оделись, как стиляги. Интерьер, то есть принесли старые пластинки, делали столы, граненые стаканы, алюминиевую посуду. То есть все, как было в те времена. Кстати, самих стиляг из толпы выделяла яркая, часто нелепая одежда. Брюки-дудочки, приджак с широкими плечами и узкий галстук селёвка. Девушки носили яркий макияж и высокую прическу. Это узнаваемый общепитовский лук. Ещё один характерный образ советского времени. Слышная дама с алыми губами и расслаблена безразличной манерой обслуживания. Я вам предложить могу сок? Могу ли мы нас сок? Могу ли мы нас сок? Могу ли мы нас сок? Я не сок, хотите. Был очень смешной случай. Когда я объясняла, как раньше продавали сок томатный, что вот стакан с водой и стакан с солью. И ложка, которую нужно было сначала посолить, а потом бросить в стакан с водой, чтобы она мылась. И студенты мне спросили, я взяла плана, как же так? Вот очень скоро вода станет, вода в стакане с водой станет такой же как томатный стук. Разве так можно? Я говорю, ну вот это было. А вот и знакомые столовские изыски. Картофельное пюре с котлетой и сегодня популярное блюдо. Но тогда ему не приходилось конкурировать со стейком и картошкой с ритмом. Советскую систему обслуживания вряд ли можно считать эталоном сервиса. Но у гостей сегодняшнего события ощущение больше ностальгичности. Нам запрещали танцевать в ритм, например. И это мы вообще-то тоже собирались с пушками, поскольку мы все это делали. Здесь запрещенный мелодик и невозможно всегда стать. И вот это атмосфера столовки, конечно, это прекрасно. Мне кажется, все искусно было в приступе, хотя очень-очень скудно. Все прекрасно, очень знакомо. Я сейчас попала в эту атмосферу, как будто вот, я не знаю, окунулась. Такое родное, такое близкое. Авторы этого проекта, будущие рестораторы, справились не только с основным направлением профессиональной деятельности, но и удачно вжились в роль. В будущей профессии креативное мышление может быть очень полезным.